Что обычно ассоциируется со Скандинавией? Минималистичный дизайн, сдержанная стильная одежда, надежные авто. Если говорить именно о скандинавском полуострове, то это мистическая земля, вроде Средиземья из книг Толкина. Там море вырезается через скалистые фьорды, глубоко в сушу, дует ветер и бродят тролли. Многое в своих книгах Толкин как раз повзаимствовал из скандинавской мифологии, особенно в первой книге «Сильмариллион», где рассказывается о вселенной Средиземья с самого ее создания из тишины. К Скандинавии на постоянной основе относятся Норвегия, Швеция и Дания. А уже в зависимости от настроения, иногда себя также к ней причисляют Финляндия и Исландия. Но вообще, эта пятерка стран считается странами Северной Европы. Скандинавия-трип начинается в Дании. Потом на пароме в Норвегию, оттуда в Швецию, и завершается там, где и начинался, в Дании. Так получилось, что несколько научных изданий и журналов в разное время опубликовали независимые исследования на тему самых счастливых стран в мире. И первые места в разной очередности занимали как раз эти три. Понятие «счастливая страна» звучит как минимум непонятно. Как это можно определить и посчитать? Кто-то в этой стране может и счастлив, а другой будет точно не счастливым. Но в исследованиях руководствовались только статистическими и объективными понятиями, такими как уровень физиологического здоровья, экономическое благосостояние, отсутствие коррупции. Но если на скандинавском полуострове живут самые счастливые люди в мире, то почему об этих странах известно так немного в повседневной жизни? Почему так мало людей планируют провести летний отпуск на шведском побережье Балтийского моря возле Мальмё? Или зимой покататься на сноуборде с норвежской Гаустотопен? Много ли из ваших знакомых учат датский, шведский или норвежские языки, как второй иностранный? Да, конечно, Балтийское море холоднее Средиземного. Покататься на борде зимой в немецких или австрийских Альпах будет дешевле. А в отличие от испанского или немецкого, на языках скандинавских стран говорят только в них самих. Но все же очень интересно побывать на этой мистической земле и попробовать разобраться, в чем заключается это северное счастье. Так как помимо счастья Скандинавия еще известна своей дороговизной, нужно к этому подготовиться. Мы закупили продукты и походную горелку. Взяли палатки и спальные мешки, чтобы чередовать их с отелями. Надувную лодку, лонгборд и серфскейт. Я подготовил твинго и мы стартовали. Из Гамбурга ближе всего в Данию. Как таковой границы с Германией на дороге не чувствуется. Никакого контроля нет. Просто шрифт на дорожных знаках меняется и появляется ограничение скорости на автобане 130 км в час. Преимущество путешествия на машине в том, что можно менять маршрут в любой момент. Останавливаться где хочешь и насколько захочешь. Так и получилось с Вайли. По дороге в Орхус мы проезжали по Красивенному мосту. И с него я увидел здание на воде, про которое была статья на Архдейле. Это видео в Скандинавии. О современной архитектуре Осло и Стокгольма выйдут отдельные ролики. Но все же многие закономерности страны можно проследить через архитектуру. Так что ее и в этом видео по касательной зацепит. Первый архитектурный полностью построенный проект Алафура Ильясана. Который до этого работал более как современный концептуальный художник на пересечении со скульптурой и архитектурой. Это штаб-квартира инвестиционной компании. И первый уровень у нее полностью общественный. Форма сделана из железобетона, но потом покрыта слоем кирпича разных цветов и оттенков, что придает ему такой благородный, чуть ли не церковный вид. Плюс вертикальность форм говорит точно о какой-то сакральности этого объекта. Рядом еще яркий жилой дом, спроектированный датским бюро Хеннинг Ларсен Аркитект. Следующий город это Орхус, второй по величине после Кабенгагена. В центре приятная застройка средней этажности, живые улицы. В Орхус многие приезжают в музей современного искусства с радужным кольцом-тоннелем на крыше. Придумал и спроектировал его все тот же Алафур Ильясен, тот самый, который сделал кирпичную штаб-квартиру в бухте Вайле. Этот цветной тоннель настолько же прост, насколько и крут. За счет тонированного стекла, всего цветового спектра, внутри этого пространства чувствуешь себя в другой реальности. Из-за того, что вся панорама города просматривается как нигде четко, а цветовое восприятие искажено в зависимости от участка кольца, создается эффект подмененной реальности. Для мозга это новый экспириенс. Если говорить в одном направлении, особенно если тоннель пустой, то через некоторое время можно услышать свой голос, который прошел все кольцо и догоняет тебя сзади. На крыше помимо радужного кольца был еще и гастрофестиваль. Можно было пробовать фермерские овощи, мед из сот, сидр из яблок нетоварного вида и свиную колбасу. Дания это мировой лидер по производству свинины. Но проехав через всю ее территорию, а это заняло не так много времени, я не увидел ни одной пасущейся свинки. Их здесь выращивают промышленным способом, так что они дневного света не видят никогда. Но продавец колбасы рассказал, что их свинкам повезло, их выращивают гуманно. Сам музей сделан по типу нью-йоркского Гугенхайма. Поднимаешься на лифте на верхний этаж, а потом спускаешься по спирали и смотришь экспозицию. По ощущениям, кстати, в Атриуме тесновато. В нем была выставка с резонирующим названием «Далеко от дома». У меня, как у так и неопределившегося, кто я, эмигрант или гастарбайтер, она выдавила скупую мужскую слезу. И я наконец-то увидел гигантского мальчика Рона Мьюика. По пути на паром из датского Хирсхальса в норвежский Ларвик есть город Ольборг. В нем есть дом музыки по проекту австрийского бюро Коп Химельблау. В выпуске про современную архитектуру Севастополя была глава про театр оперы и балета, который сейчас строят на мысе Хрустальный, также по проекту Коп Химельблау. Кому-то проект понравился, общественники его критиковали за то, что он не соответствует архитектуре Севастополя. Если не видели, вот ссылка на это видео. В Ольборге бюро Вольфа-де-Прикса спроектировало так же, как и в Севастополе, культурное учреждение. Так же на берегу залива и даже архитектура похожа мотивами. Поэтому интересно на нее посмотреть и представить что-то подобное на берегу Севастопольской бухты. Если говорить о вкусе, мне такой стиль не нравится. Но свою функцию комплекс выполняет. Мы заехали в Ольборг только, чтобы посмотреть на дом музыки и зайцев вокруг него, покататься на площади перед ним и поехать дальше на паром. Паром из Хирсхальца в Ларвик проходит 170 километров за 3,5 часа. Это огромный корабль, в него погружаются машины в несколько уровней. На одном легковые, на другом дома на колесах и грузовики. Выше есть несколько этажей для пассажиров. Здесь есть рестораны, кафе, казино, супермаркет, дьюти-фри. Но ночью это больше похоже на вокзал. Люди спят на полу и на диванах. В норвежский Ларвик мы прибыли в пол второго ночи. У нас проверили цифровые ковид-пассы о том, что мы полностью привиты. Без них нужно было бы делать тест и ждать сутки результата в отеле. Полицейский также проверил наши паспорта и визы и сказал Татьяне, что ее паспорт недействителен. У меня в тот момент треснула обивка на сидении. Но оказалась ложная тревога. Он ошибся страницей. Все было нормально и мы поехали в заранее найденное место возле мини-острова Атероя, чтобы поставить палатку. В законе Норвегии прописано, что каждый человек имеет право на природу. И палатку здесь можно ставить где угодно. Главное условие это 150 метров от частной собственности. Мы ее установили возле детского футбольного поля. Ночью было не очень темно, но все равно то, как выглядит это место при свете, утром было сюрпризом. Как и во все последующие ночевки в палатке. На остров ведет только пешеходный мост. Кроме нескольких домов-кабин он необитаемый. Дома-кабины это такой тип загородного дома, куда норвежцы приезжают на выходные или отпуск, чтобы воссоединиться с природой. Это деревянный скромный дом со скатной крышей. На этот остров приходят ловить рыбу. Мы пришли позавтракать и покупаться. По дороге мы встретили второго норвежца, после полицейского, который проверял паспорта. Это пожилая женщина по имени Ингер. Когда ей было 30 лет, она работала в посольстве Норвегии в Москве. И в день норвежского народного единства наливала Хрущеву. Мы говорили по-английски, она была общительная и дружелюбная. Но когда увидела, что мы тоже идем на остров и нам по пути, попросила, чтобы мы пропустили ее вперед одну. Так как у нее соло-прогулка. Потом я видел, как она загорает на скалах в гордом одиночестве. В бухтах Ларвика разбросано много маленьких островов. Судя по их светлым вершинам, обитают на них только чайки. Все эти текстуры и фактуры одиноких скал веют холодной природой с севера. У норвежцев есть особая связь с природой. Природа, как ничто другое, формирует их характер и стиль жизни. Если бы я не видел ее своими глазами, я бы воспринял такую формулировку, как формальность. Да, конечно, природа влияет на всех людей, не только на норвежцев. Но будучи здесь, невозможно не заметить, что у местных людей эта связь особая. Норвегия по сравнению с другими странами побеждает в борьбе с урбанизацией населения. Помимо столицы и крупных городов, плотно заселена и сельская местность. Дома-кабины, где норвежцы проводят свободное время, расположены в самых неожиданных местах. Например, на берегу Пфьорда, куда невозможно доехать на машине, только на лодке или катере. Или просто разбросаны среди каменистого ландшафта. Норвежцы регулярно ходят в походы и пешие прогулки по горам, лесам и любым другим видам ландшафта. На подъеме к Гаустотопен мы встретили пару, которая приехала в горы собирать морожку. Они оставили машину у дороги и три часа шли до места, где она растет. Природа и в Ларвике прекрасна и загадочна. А вот центр города не очень оживленный выходные. Улицы практически пустые. Вечер, воскресенье, центральная улица. Все закрыто, людей особо нет. Мы нашли только один открытый ресторанчик в глубине квартала. Зато оживленное было в другом месте. В школу в Норвегии может попасть каждый. Никаких заборов нет. Даже несмотря на теракт 2012 года. В школьном дворе Мейстер Фиелет была приятная атмосфера детства. Дети разных цветов катались вместе на велосипедах и электросамокатах. Бегали под дождем и катались на качелях. В отличие от детей в Германии, они были по-детски любопытными и непугливыми. Татьяна учила их кататься на лонгборде и рисовать. А меня попросили починить тормоза на велосипеде. Английские знали только дети беженцев. Хотя им всем по 6-7 лет. Остальные общались с жестами. Сама школа и пространство школьного двора располагают к тому, чтобы там проводили время. Само здание облицовано деревом, что придает ему теплоты. А под консолью можно спрятаться, пока идет дождь. Норвегия инвестирует много средств и на образование, и на городскую инфраструктуру. Раньше это была бедная северная страна. Богатая она стала совсем недавно, в 70-х годах. Когда в Северном море, рядом с норвежским побережьем, нашли месторождение нефти. Ее в нем хватит на ближайшие лет 50. Но когда-то она точно закончится. Норвежцы это понимают, и специально для этого случая создали нефтяной фонд. Большой процент прибыли от добычи они вкладывают в инвестиции по всему миру. Помимо этого, Норвегия переходит на экологические и возобновляемые источники энергии. А к 2030 году пересядет на электроавтомобили. Даже сейчас на дорогах Норвегии я видел столько электрокаров, сколько нигде в других странах. Здесь есть даже Тесла-такси. В Ларвике есть пилотный дом с нулевым выбросом углекислого газа. Его построили по проекту Норвежского архитектурного бюро Снахетта. В сотрудничестве с Институтом по уменьшению выброса СО2. Этот дом рассчитан на одну семью. И помимо того, что он напичкан разнообразными технологиями по сохранению и по возобновлению энергии, он еще фокусируется на том, чтобы это не было в ущерб комфорту. Вот здесь навес для машины с электрозарядкой. Само здание это наклоненный объем с максимально расширенной площадью крыши, для того, чтобы можно было установить наибольшее количество солнечных панелей, и в том числе солнечный нагреватель воды. Через атриум поступает дневной свет и на кухню, и в гостиную. За счет поверхности стен, выложенным кирпичом и деревом, стабилизируется внутренняя температура в доме. Утром в одном из кафе Ларвика с нами заговорил один норвежец Бьорн. Он не называл свою профессию конкретно, но сказал, что постоянно ездит по разным странам, по политическим или военным вопросам. Рассказал о покойной жене итальянке, которая была художницей, и о том, как любит классическую музыку. Он был очень открытым и в какой-то момент так растрогался, что у него даже затряслись руки. Это был разрыв стереотипа холодности северян. Мы доели булки с корицей, допили крепкий скандинавский кофе и поехали рассматривать Норвегию сверху, с гор. А именно с пика горы Гаусто, Гаустотопен. До определенного уровня можно доехать на машине, по дороге с обалденными видами. В этих горах полно черники. Останавливаешься на обочине и идешь ее собирать по пружинящей траве. Отсюда уже видно пик горы. Летом туда можно подняться даже пешком, либо на фуникулере внутри скалы. Сначала тебя подвозят по туннелю к нижней остановке фуникулера в середине горы, а на нем уже под углом до вершины. Весь путь внутри занимает где-то 25 минут. Гаустотопен построили в 50-х годах за деньги США для военных целей. Наверху располагалась радиоантенна. Говорят, что на южном склоне до сих пор лежат обломки самолета, который здесь упал. Убрать их оттуда слишком сложно. По идее, со смотровой площадки наверху Норвегия должна просматриваться на 100 километров во все стороны. Но к моему разочарованию в тот день все было затянуто облаками. Успокоить себя можно было только вафлями и чашкой кофе в высокогорном ресторанчике. Но стакан перевернулся, а мой фуникулер обратно вниз ушел без меня. Но зато наконец-то разошлись облака. И стало действительно красиво. На горизонте на расстоянии 70 километров, если по прямой, видим наш следующий пункт – Эйдфьорд. Это крайняя часть второго, самого длинного в Норвегии, 179-километрового Хардангерфьорда. Фьорды – это заливы с соленой водой, которые продолжаются от северного или норвежского морей вглубь материка на сотни километров. При этом они настолько глубокие, что по ним ходят круизные лайнеры. От Гаусста Топен до Эйдфьорда 3,5 часа на машине. И вся эта дорога – абсолютный кайф. Это космические ландшафты. А по дороге приятные остановки, чтобы приготовить ужин на горелке, помыть волосы в озере и поехать дальше. Открываешь молнию палатки утром и первым делом ныряешь в ледяную воду Эйдфьорда. Что можно еще хотеть? Ну разве что кофе и поснимать эту красоту с дрона. Из-за того, что местность гористая и дрон летел боком, я не заметил скалу и он ударился об нее и упал. Пока я его искал по горам, я и сам несколько раз упал. Здесь я немного перевозбужден, как будто веду репортаж с горячей точки. Нужно признать только, что там, где он застрял, это красивое место. Так что я весь разодрался здесь. Норвежский лес. Хорошо, что дрон достался. Дрон-то нашли, но снимать он начал в режиме техно. Потом в Осло его починили. Из Эйдфьорда уезжать вообще не хочется. Дрифуешь в надувной лодке между гор и время останавливается. На пирсе мы встретили француза, который здесь рыбачил. У него в соседнем городке была своя кондитерская. Он жаловался, что местная кухня очень дорогая и невкусная по сравнению с Францией. И он пытался своей пекарней исправить это. Сам он переехал, потому что женился на шведке. После красоты на Эйдфьорде следующей точкой был Осло. После трех ночей в палатке оказаться в отеле было приятно. Тем более в таком. По материалам интерьера и расположению на холме он напоминает отель Грейт Ноттерн из Динпикса. Еще на этом холме есть трамплин Колмин Холлин. Это самый старый трамплин в мире. Здесь поставлены несколько мировых рекордов по прыжкам на лыжах. И есть даже симулятор этого самого длинного прыжка. Подробнее о его архитектуре будет в выпуске про Осло. Под трамплином музей лыжных видов спорта, вырубленный в скале. Там можно купить колбасу из лося и подняться на сам трамплин. В летнее время здесь смотровая площадка. С нее виден весь Осло. И можно даже спуститься на зиплайне вниз, практически по траектории прыжка. Возле трамплина есть старая церковь. Она круто смотрится с ним на контрасте. И от нее открывается хороший вид на центральный Осло с оперой Асбергом у воды. Там создано такое приятное пространство, что и оттуда не хочется уходить. Про этот проект подробнее будет в отдельном выпуске. Скажу только, что этот объект так вписался в центр города, потому что он соответствует принципу организации городской среды Осло. Здесь не создают кричащие эгоистические объекты, хотя пара таких тоже найдется, а стараются преобразовать всю застройку, так, чтобы в любом месте города было приятно находиться. С созданием оперы такая же история. Это набор перетекающих из одного в другое пространств, и каждая из них удачно проработана. Здесь же, возле центрального променада, есть огороды и сауны на воде. Рядом с оперой два других свежих проекта. Музей Эдварда Мунка со стороны воды и библиотека со стороны города. Про них в спецвыпуске. Библиотека абсолютно шокировала Татьяну, во-первых, тем, что привычный формат места для чтения здесь переформатирован в коворкинг, здесь играют за столом в карты, смотрят фильмы, просто общаются, и вход свободный для всех. А во-вторых, тем, что вся библиотека заставлена витровской мебели и стульями полторы тысячи евро за штуку. Это хитрый ход со стороны властей, чтобы просвещать людей. Я здесь видел несколько персонажей, явно не вписывающихся в контекст. Конечно, они здесь не читали книжки, а смотрели видосы на мобильном, но сам факт, что пацанчики в спортивном костюме Adidas и цепи поверх него собираются в библиотеке, это уже сдвиг. В следующий раз они по приколу возьмут журнал полистать, а потом вообще их не остановишь. В общем, атмосфера здесь располагает. Наш Скандинавия-трип совпал с началом учебного года во всех трех странах, так что на улицах было много свежих студентов. И несмотря на очаги веселого гуляния, в целом центр Осло не назовешь тусовочным местом. Скорее просто оживленным, но спокойным и комфортным. При таком ритме хочется медленно пить кофе и читать книгу или газету. В общем, успокоиться и перенестись на несколько десятков лет вперед. Кстати, учитывая нереальные норвежские цены на все, например, парковка в центре города на 2 часа стоила 35 евро, бокал пива 0,33 – 10 евро. За адекватную цену можно заказывать блюда из рыбы. За запеченную форель с картошкой и салатом я заплатил 18 евро. Последним местом перед отъездом в Швецию стал Музей современного искусства Аструб Фирли. Про его архитектуру будет отдельно. У него небольшая экспозиция. В одной части временная, здесь была выставка Николи Айсенман «Гигант без тела», а в другой части постоянная коллекция с распиленными коровами формальдегиди Демиана Херста и золотым Майклом Джексоном с обезьяной. Самое крутое здесь – это ландшафт перед музеем со скульптурами мини-пляжем. В брошюрах подчеркивают, что это глаза. А пляж – крутая идея для этого места. После современного искусства иногда хочется обмыться. В Швеции фанатично относятся к безопасности. Редко, когда встречается дорога с противоположными полосами, неразделенными барьером. Здесь нет понятия толерантности, по крайней мере в плане скоростного режима на дорогах. Если ограничение 50, а ты едешь 51, штраф 200 евро. Так что ехать пришлось аккуратно, хотя при этом меня все обгоняли. Наверное, знали, где камеры. О самих шведах Майкл Бут в книге «Почти идеальные люди» писал, что они интроверты, никогда не инициируют общение, избегают любой полемики, законопослушны и малоэмоциональны. Некоторые из этих характеристик на личном опыте подтвердились, а некоторые нет. Сейчас разберемся. Наш первый город был Карлстад. В этот раз палатку установили в цивилизованном кемпинге на берегу самого крупного озера Швеции – Венерн. Забавно, что Татьяна забыла в душе зубную щетку и пасту. Потом, когда она вернулась, пасты уже не было. Только щеткой ее не стали брать. Конечно, это стечение обстоятельств. Да и из тех, с кем мы познакомились в этом кемпинге, не было шведов. Но все равно забавно. Говорят, что в маленьких шведских городах входные двери на ночь не запирают. Встретили здесь двух испанцев – программиста и психолога, которые занимаются кукловодством как хобби. Они увидели логотип на Твинго и спрашивали, довольны ли мы этим каршерингом. Природа в Швеции по сравнению с Норвегией смотрится попроще, но все равно красиво. Здесь не такой выразительный рельеф, зато много леса и озера. В Карлстаде была выставка шведского акварелиста Ларса Лерина. Первый раз видел акварели на таких больших форматах и в таких объемах. Здесь и было подтверждено, что шведы избегают любых конфликтов. Пока я катался по галерее на серфскете, никто не сказал ни слова, хотя народу было много. В Стокгольм приехали уже вечером и поселились в отель, который был сделан для китайцев. Центральный атриум был с зонтиками и жар птицей, а надписи дублировались иероглифами. Стокгольм разбит на 14 островов. Несмотря на расстояние, люди передвигаются на велосипедах. Так как и в Осло на улицах полно самокатов, и много людей ими пользуются. По скорости они ограничены до 20 км в час. Мы тоже поехали на таком в бар Шотс энд Гарлик. Его особенность в том, что абсолютно все блюда готовятся с чесноком, а все напитки с водкой. Помимо бородатых мужиков-викингов, несколько столиков на удивление были заняты девушками. Атмосфера интеллигентно-трешовая. Из колонок Heavy Metal коллекция чеснокодавок на стене, косички из чеснока на потолке. Красота. Официантка показала самое шведское, что у них есть в меню. Но посоветовала его не заказывать. Это была Смоланска Истербан. Ничего экстремального. Ячменно-свиная сосиска на пюре с ингредиентами для соуса, которые ты должен сам замешать. Запеченный чеснок, каперсы, буряк, горчица и желток. Лайк. По ощущениям ночи в Стокгольме гуляет больше людей и гуляют основательнее, чем в Осло. Тусовочный район это Софа на острове Зёдермаль. Рядом с ним маленький остров Гамластан, переводится как Старый город. Здесь есть Королевский дворец, правительственные здания и музей Нобеля, где выдается Нобелевская премия. Весь остров изрезан узкими улицами, как в итальянских городах. На них в основном туристические рестораны, но можно купить и местный бутерброд с селедкой. А есть еще одна, еще более характерная шведская селедка. Сюрстрюминг. Это легендарный вонючий деликатес. Когда открываешь банку, в нос бьет такой запах, что автоматически срабатывает рвотный рефлекс. Продавец посоветовал пробовать Сюрстрюминг только на свежем воздухе. Мы это сделаем чуть позже. Что из повседневного без преувеличения поражает Стокгольме, так это станции его метро. У него три ветки, и все крутые станции расположены на синий, самый молодой из них. Эти станции вырублены в скале и напоминают пещеры. Вместо того, чтобы с помощью панели или бетона формировать поверхности правильных форм, как это обычно делают в подземных станциях, здесь оставлена реальная фактура породы, какой она осталась после бурения тоннелей. Сверху ее покрыли слоем цемента, чтобы какой камень не попал на голову пассажира. Потом были объявлены конкурсы на оформление каждой из станций. Здесь художники оторвались по полной. Здесь есть ситрешовые ботинки, торчащие с потолка, и гигантская база колонны, которая как бы пробивается наверх, и красивенные узоры на станции Т-Централе. Что играет не менее важную роль, чем световое оформление, это подсветка. Она выявляет все текстуры и фактуры скал. Все это круто смотрится на контрасте с динамичными формами эскалаторов и минималистичной инфографикой метро. Подробнее про станции из стокгольмского метро тоже будет в видео. Только ради того, чтобы посмотреть его, уже стоит приехать в Стокгольм. У шведов получилось сделать его так же круто, как у них получается делать и одежду, и музыку, все для дома и еще автомобили. Задежды в Швеции делают H&M, Weekday, Cos, Monkey, Other Stories, Acne Studios и еще много других. Люди на улицах Стокгольма одеты сдержанно и стильно. Из музыки многие хиты Pink, Britney Spears, Backstreet Boys были сделаны шведскими продюсерами. Potify был создан здесь. И, конечно, топы 20 века – ABBA, Rockset, Ace of Base – это шведские группы. Кстати, ABBA после 40 лет молчания выпускает в ноябре новый альбом. Недорогая, но качественная мебель из Икея уже давно во всех домах этого мира. Даже в Севастополе есть. Ну а автоиндустрия – это отдельная тема. Раньше это были самые надежные в мире машины – Volvo и Saab. Сейчас, правда, Volvo выкуплен китайским джилле, а Saab в принципе больше не существует. Но это не отменяет их достижения в свое время. Например, ремень безопасности в каждой машине – это изобретение Volvo. При этом его могут использовать любая марка безвозмездно. Сейчас в Швеции проектируются машины лакшери-сегмента. Полностью электрический Polestar и спортивный Koenigsegg. Для сравнения с Норвегией. Из норвежских брендов мир знает одежду Heli Hansen и нефтедобывающую Statoil – аналог «Газпрома». Все. Чтобы сравнить миры знаний в Швеции и Норвегии, надо идти в общественную библиотеку. Это терракотовое здание в стиле нордического классицизма. При таком сочетании слов нужно постараться не зигануть. На самом деле это переходный этап от классицизма к функционализму. Центральное пространство, несмотря на свою олдскульность, завораживает. Это первая библиотека в Швеции, где сделали прямой контакт посетителя с книгами. По сравнению с современной дорогой библиотекой с дизайнерскими стульями в Осло, Стокгольмская выглядит попроще, но от этого не менее очаровательно. По норвежской можно понять, что в стране есть много нефтяных денег. По стокгольмской – что за историческими зданиями умеют ухаживать. То, как проектировать новое и как ухаживать за старым, учат здесь, в Королевском технологическом институте. Это целый кампус из исторических кирпичных зданий с вкраплениями современных. Мы попали как раз на первые дни послелетних каникул. Студенты встречали первокурсников. Многие ходили в цветах своих факультетов. Образование в Швеции бесплатное для шведов, а для иностранцев его сделали платным. Современное здание из картеновой стали – это архитектурный факультет. Оно плотно встроено между кирпичными корпусами. А тон его ржавчины практически совпадает с кирпичом. Этот проект сделали шведские архитекторы Тхам и Видигард Архитектор. Это шестиэтажное здание, криволинейное в плане, и оно сразу на контрасте выделяется по своей форме, но совпадает по цвету. Еще вплотнее вписана между корпусами библиотека. Ее атриум занял весь внутренний двор. Это уже специализированная техническая библиотека, с архитектурным отделом в том числе. Здесь круто скомбинировано оригинальное здание с современными элементами фойе и атриума. В Швеции есть такое понятие – лагом. Примерно это значит «умеренный» или «достаточный», то есть без излишеств. Пусть и не все, но большинство шведов живут по принципу лагом. Это включает в себя соблюдение золотой середины во всех сферах жизни. Работать эффективно, но не перерабатывать. Жить в достатке, но не в роскоши. Одеваться стильно, но не броско. Некоторые шведские бренды – это воплощение лагома. Например, IKEA или H&M. Минимум декора, но функционально и лаконично. И скучновато. Последнее, что реально впечатлило в Стокгольме и на подсознательном уровне приблизило к пониманию этой страны – это музей ВАЗа. Как бы про него не рассказывали, до того, как сам его не увидишь и не узнаешь историю, это не цепляет. До того, как пройдешь через странные двери и войдешь в это пространство с настоящим кораблем внутри, сложно понять масштаб. Это почти полностью сохранившийся корабль с 17 века, который затонул во время своего первого выхода в море в гавани Стокгольма. Он успел отойти чуть дальше километра от берега. Как потом выяснилось, проблема была в неудачной конструкции корабля. Из-за нее порывы ветра накренили корабль так, что через открытые пушечные порты вода стала быстро наполнять корпус. Корабль пролежал на дне гавани 300 лет. Несмотря на то, что первое время после затопления над уровнем моря даже торчали верхушки мачт парусами из-за небольшой глубины, это, кстати, отражено в самом музее, но через некоторое время после того, как он завалился на бок, было даже забыто точно его местонахождение. Нашли и подняли со дна его в конце 60-х. Подняли и офигели. Это была идеально сохранившаяся капсула времени. Из-за того, что в Балтийском море у воды пониженная соленость, в ней не водятся корабельные черви, которые сжирают всю древесину в более соленых морях. Сохранились не только скелеты тех, кто не смог выбраться, но даже частично паруса. По ДНК скелетов восстановили, как могли выглядеть их владельцы, а по останкам ткани паруса. Весь декор, вся конструкция на 99% оригинальная. В 90-м году прямо вокруг корабля построили этот музей. Сейчас он самый посещаемый в Скандинавии. Чтобы проникнуться всей этой историей, нужно провести здесь пару часов. Походить по разным уровням, посмотреть в кинозале фильм про историю вазы. Последняя реплика фильма такая. Если бы ваза хорошо плавал, мы бы его не увидели. После того, как вникаешь в эту историю, понимаешь ее подтекст. Абсолютную неудачу и провал спустя 300 лет шведы превратили в свою гордость. Следующий город – Дёнчопинг. На берегу озера Веттерн. Как начинается утро палаточника? Несмотря на то, что теоретически в Швеции палатку можно ставить везде, часто попадаются такие знаки. Но как нам объяснила пара шведов Ильям и Сельма, шведы слишком избегают конфликтов, чтобы подойти к тебе и сказать, что ты делаешь что-то неправильно. Они же и рассказали, как правильно есть сюрстреминг, подпортившуюся селедку. Во всех видео, где люди открывают банку и сразу едят рыбу, неудивительно, что начинается ригалетка. Для шведов это блюдо-деликатес, которое надо правильно подавать. Первое, что мне посоветовали, это открывать банку под водой. Потом берется специальный тонкий слайс черного хлеба с маслом и посыпается мелко нарезанным луком. Вот что я забыл сделать, так это промыть рыбу из банки обычной водой, потому что запах, конечно, ужасный. Но вкус с ним не имеет ничего общего. И по-своему это реально вкусно. Хотя второе филе мне уже не зашло. Так как в Йончопинке делать особо нечего, мы уже летели в Мальмё. Запасы еды уже заканчивались и пришло время колбасы из лося. По вкусу она чуть горчее, чем обычная сыровяленая. Швеция среди всех европейских стран лидер по количеству принятых беженцев, на душу населения. Многие шведы считают, что те, кого они принимают сегодня, будут оплачивать им пенсию завтра. Хотя не всегда все получается гладко. В Мальмё есть район Росенгород. Он знаменит концентрацией иммигрантов среди населения. И несколько раз даже мелькал в новостях своими беспорядками. То мечеть закроют, и народ идет покрышки полить. То каран сожгут, и вот опять бросаются камнями в полицию. Некоторые СМИ советуют в этот район вообще не соваться. Поэтому интересно его посмотреть. Первое, что бросается в глаза, это жилая застройка устаревшего образца. С огромными пространствами между блоками. Скромная одноэтажная школа. На улицах мы встретили мало людей. А значит, где все? Правильно, в торговом центре. Здесь пестрая атмосфера юга. Так и не скажешь, что это в Северной Европе. Но никакой враждебности я не почувствовал. Атмосфера действительно угнетающая. Мы заказали шашлык из печени и наблюдали за персонажами. А теперь другой район Мальмё. С жилым небоскребом Тернинг Торса по проекту Сантьяго Калатравы. Здесь уже совсем другое качество застройки. Здесь есть набережная, пруды и центр пластической хирургии. Школа здесь выглядит уже солидно. Бегают дети, а у пространства между жилыми домами человеческий масштаб. А чтобы было с чем сравнивать колоритный торговый центр Росенгорд, заедем в легендарный Малл Эмпория. Его даже Птушкин на заставку видео о Швеции поставил. Снаружи в районе главного входа из объема вырезана динамичная плавная форма. Это создает вау-эффект, но внутри никак не отображается. Просто делится перекрытиями на этажи. Атриумы идентифицированы разными цветами. Самый интересный синий. Он сделан с противоположной по диагонали стороны от главного входа. И его видно с трассы. В остальном это обычный Малл. В Росенгорде было душевнее. Теперь едем через знаменитый Ресунский мост в Данию. Ресунский мост соединяет Швецию и Данию. Это наполовину мост, наполовину подводный тоннель. Так как с датской стороны на материке рядом с проливом есть аэропорт, возле него нельзя строить никаких высотных объектов. Плюс над тоннелем по проливу могут проходить любые суда без ограничения по высоте. Из моста в тоннеле он переходит посреди пролива Эресун. Для этого был создан искусственный остров Пеперхольн. Переводится как остров Перец. Это рифмуется с островом Солью Сальсхольм, который находится рядом. На другой стороне залива сразу Копенгаген. И здесь уже ощущается более энергичный вайб. На улицах больше людей, чем в Стокгольме и Осло. Кафе и рестораны забиты. Нескончаемый поток велосипедистов. Иногда на таких аппаратах, что и на велосипеды не похоже. Когда я случайно вышел на велодорожку, мужик на велике замахнулся, чтобы меня треснуть. Я еле успел отпрыгнуть. Велосипед это вообще одна из составляющих датского счастья. На нем здесь передвигаются круглый год, вне зависимости от погоды. Велосипед хорошо подходит к Дании, так как она абсолютно плоская. Здесь строят мосты специально для двухколесных. Проектируют велодорожки и велостоянки. На великах перевозят грузы, домашних животных и детей. Это экологично, экономично и хорошо для здоровья. Вторая составляющая счастья датчан – это купаться в море круглый год. Дания – чемпион Европы по протяженности береговой линии на человека. Они это и используют. Днем и ночью, летом и зимой – неважно. Когда захочется и желательно голышом. Для этого очистили канал, который переходит через центр города. Несмотря на то, что по нему ходят катера, и местные туристы здесь купаются. Здесь реализован первый проект Бьярка Ингельса – АКБИГ. Это открытые бассейны на канале с вышкой для ныряния. Судя по некоторым людям, кто был там, они просто шли мимо и вдруг решили освежиться в воде. Потом быстро собрались и пошли дальше. Здесь мы встретили француженку, которая вышла замуж за датчанина и переехала из Франции в Копенгаген. В молодости она подрабатывала уборщицей в борделе. Потом, из-за того, что знала французский, датский и английский, ее взяли машинисткой. А потом она стала преподавать языки в университете. Она пришла на деревянном помосте, не перекрываясь, разделась догола, одела купальник и нырнула в воду. Потом оделась обратно. На литературном английском посоветовала нам посмотреть церковь Грундвика и ушла. А мы пошли в центр датской архитектуры, построенный по проекту голландского Рэма Колхаса. Объем здания расположен вокруг набережной дороги. С обеих сторон, сверху и снизу. Во всем комплексе, помимо центра архитектуры, есть офисы, спортзал и квартиры. Здесь через призму архитектуры рассказывают некоторые грани жизни Дании. В демонстрационном режиме здесь и показана третья составляющая датского счастья. Это непереводимый термин хуги. Примерно это значит ощущение благополучия, удовлетворенности и уюта. Как и шведский лагом, хюги применим ко всем сферам жизни. Этот интерьер с удобной и простой мебелью, с растениями, книгами и мягким светом считается хюгелих. К трем пунктам своего счастья, которые сами датчане в этом зале и разложили, я бы кое-что добавил. И хюги, и лагом будут хорошо работать, если те, кто этим принципам следует, богаты и сексуальны. А люди во всех трех скандинавских странах очень красивые, выглядят спортивно и стильно одеваются. И так уж вышло, что все три по тем или иным причинам сказочно богаты. А имея эти два козыря на руках, превратить особенность менталитета в тренд будет уже полегче. Самый большой зал посвящен датским архитекторам. Есть макеты проектов B.I.G., визуализации музея китов Дорт и Мантруб, лампы Артишок, фильмы про молодых архитекторов. И мне опять попался храм Грундвика на экране. Это был знак, что надо ехать туда. Хорошо, что спуститься можно по горке прямо к выходу. Церковь Грундвика – это самое впечатляющее из архитектуры Дании, что я видел. Дело в том, что качественной современной архитектуры в Копенгагене довольно много. В отличие от Осло и Стокгольма, про Копенгаген не будет отдельного выпуска про архитектуру. Потому что, чтобы даже в общих чертах ее систематизировать и все снять, нужно значительно больше времени, чем для двух других столиц. А когда видишь столько красивых современных зданий вокруг, восприятие притупляется. Но церковь Грундвика явно выделяется. Конечно, теоретически это не совсем современная архитектура. Построили ее в 20-х годах 20-го века, в редком для церкви стиле экспрессионизм. Но выглядит она абсолютно современно. Нам повезло попасть вовнутрь, потому что нас приняли за гостей свадьбы. У Татьяны платье было похоже на платье подружек невесты. Желтый кирпич и внутри, и снаружи – это традиционный материал для датских церквей. Здесь он сочетается с вертикальностью готического стиля. Это динамичные вертикали и в экстерьере и в интерьере впечатляет больше всего. Последней точкой Скандинавия Триппа был музей современного искусства Луизиана. Это полчаса от Копенгагена. По дороге я заправил твинга на самой красивой в мире заправке по проекту Арны Якобсена. Раньше внутри был гараж, а теперь его переделали в кафе с мороженым. Здесь заправились уже и мы сами. В музее Луизиана был аншлаг. Очередь ко входу, потом очередь за сэндвичами. Название музея Луизиана происходит оттуда, что хозяин этого поместья, на базе которого этот музей вообще сделан, у него было три жены и всех трех звали Луиза. С одной стороны – пух, а с другой стороны – сами понимаете. В постоянной коллекции музея есть работы Пикассо, Энди Уорхола, Фрэнсиса Беккона и приятное пространство со скульптурами Альберто Джокометти. Его фигура «Шагающий человек» когда-то была самой дорогой скульптурой всех времен. Ее продали за 104 миллиона долларов. Сейчас самая дорогая – другая его скульптура, указывающая человек, но ее в этом музее нет. Музей Луизиана – это синтез архитектуры, ландшафтного искусства и скульптуры. Помимо постоянной коллекции, в Луизиане проводятся временные экспозиции. Мы попали на выставку с теплым названием «Мама». «Мамуля, привет! Я тебя люблю!» И когда ты настроился на ностальгический лад после первой трогательной скульптуры, а потом фотографии Бейонсе со всеми ее детьми, начинается трэш. Обратный ход. С первого раза в комплексе сложно сориентироваться, но в этом тоже есть свое очарование. Ты ходишь по лабиринту искусства, иногда выходишь в сад скульптур, там тоже искусство, заходишь обратно в кафе, выходишь в вид на море, потом опять искусство. И так можно целый день. Атмосфера виллы за городом снижает уровень пафоса больших музеев. После домашней Луизианы Твинго становится в очередь на паром из датского Ротби на остров Фемен. Это уже Германия. По привычке завариваем кофе на горелке, съедаем последние консервы из багажника. И вдали уже виднеется земля, которую Пруссия отвоевала у Дании. А дальше уже встречает дождливый Гамбург. Начало и конец Скандинавия-Трипа. Перед тем, как побывать на скандинавском полуострове, мне казалось, что уже в его названии есть что-то загадочное. И вот сейчас мы проехали все три страны. Ни троллей, ни гномов там нет, но это мистическое чувство так и осталось. Ну хорошо, Норвегия богатая из-за нефти, Швеция и Дания из-за успешного бизнеса с долгосрочными перспективами. Но ведь есть примеры стран и с нефтью, Россия в конце концов, Арабские Эмираты, есть страны с высоким уровнем экономики, Германия или США. Но что-то ни немцев, ни русских, ни американцев в рейтингах самых счастливых людей нет. Скорее всего, скандинавское счастье начинается с ощущения безопасности на всех уровнях. Когда люди априори доверяют и друг другу, и даже незнакомому. А чтобы доверять, надо самому не обманывать. Потом идет особое отношение к образованию, короткая рабочая неделя, достойная средняя зарплата и сверхвысокие налоги. Это то, что все три эти страны объединяет. Если бы нужно было характеризовать каждую только парой слов, то Норвегия – это невероятный ландшафт и природа. Швеция – это высокоцивилизованное общество, а Дания – это где легко быть счастливым. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok